Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 апреля, я хочу сегодня последний раз вам предоставить возможность сравнить питунью, ту, которую я распекировала в фазе двух семидолей, крошечную-крошечную. Кто смотрел с самого начала, помнит, что у меня кот уронил лоток, все это разбилось, и мне пришлось пекировать, вот совсем они были крошечные. И вот эти кусочки, которые остались, сейчас выглядят вот так, она тоже, вот эти остатки, вся живая, но только она здесь в раздробленных комочках земли. Так как мне не нужно столько много, я вот сказала, что сколько я распекировала, оставляю. Эту я сейчас отдам знакомой своей одной девушке. И я вот хочу вам показать, во что превратилась вот эта питунья. Я сразу скажу, что я не стала специально, принесла показать вам во всей красе, в кавычках, этот лоток, не стала подсаживать, потому что, видите, тут два, вот один, и вот один сеянец белый. Два сеянца остановились в росте и не стали вообще расти. И я хочу специально все это показать, вот как есть в реальной жизни, что бывает и такое, когда их пекируешь, они все вроде нормальные, потом раз, это значит у него что-то с корневой системой. Я могла бы подсадить вот с этих, но подсаживать не стала, потому что мне и этих много. Я и так уже здесь обрезала вот два рядка, тоже отдала своей одной подружке, потому что мне это слишком много. Вы представляете, их даже здесь 30-40, мне некуда их рассаживать, не надо штук 10. И смотрите, как выглядит интересно питунья. С краю жирная, толстая, потом идет средняя, потом меньше-меньше, потом вот совсем маленькие. Как вы думаете, почему? Потому что вот это была солнечная сторона, солнце отсюда светило. А так как она стояла среди помидор, вот тот край, который маленький, он был притянен томатами. Конечно, если бы этой питуньей создать условия отдельные, она и эти листья выглядели бы намного лучше. Так как она у меня стояла с томатами, ну вместе с этим всем табором, она попала и под заморозку вместе с ними, вот когда обмерзла рассада томатов. Но она не обмерзла, потому что она может выдержать минус 3 без проблем. Этот видеоролик я показываю только для того, чтобы вы действительно убедились, что в фазе двух семидолий, как только появится питунья, ее можно распекировать. И она прекрасно разрастается, она приживается, она неприхотливая. Ничего с ней не случилось, если учесть, что выпало только 2 сеянца, потеряла я, то это очень хороший результат. Если учесть, что она и стояла на морозе, и поливала я ее как попало, томаты же я поливаю реже, у них или лотки, или стаканы, у этой ячеечки крошечные, и в жаркие дни она быстрее их пересыхает, и у нее она все-таки, наверное, страдала от недостатка влаги. Ну, хочу сказать, что и те, которые не распекированные, видите, в каком состоянии, но это-то уж 100% были брошенные, я не собиралась вообще их не высаживать, не распекировать, но стоял и стоял этот кусок, несколько там раздробленных, и у нее никакой черной ножки не возникло, она не полегла, она не умерла, она не распекированная, как вы видите, посадка загущенная, поэтому лоточку мы тоже можем сделать вывод, что если грунт хороший, обеззараженный, то есть беспатогенные микрофлоры изначально, то можно пекировать и на более поздних сроках, вот видите, у нее раз, два, три, четыре, четыре даже больше, там пять, шесть, она уже как маленькая петуница, у нее даже по шесть листиков, конечно, те, которые уже отдельно распекировались, я специально вот одну вытащила, у нее и корневая система посильнее, и листьев, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, листьев около десяти, у некоторых вообще еще больше, но я, к сожалению, всю не смогла ее вытащить, она, этот комочек оборвался, я когда потом, ну, рассаживаю, и вот в таком виде ее можно уже рассаживать по отдельным стаканчикам, но я буду делать это чуть попозже, все из-за чего, из-за того, что рассаживая в отдельный стакан, мы поневоле увеличиваем площадь вот этих вот насаждений, а у меня томатом там деваться никуда, а петуния у нас получается как в этой теплице, как бедная родственница, и мы ее рассаживать пока не будем, будем ждать, когда наступит тепло, чтобы рассадить и сразу в холодную теплицу в другую унести. Все, вот я вам показала, вот так, после пикировки, с двумя семидолями, вот так, которая вообще не распикированная, она тоже выглядит хорошо. Кстати, кошку, когда снимала, март кончился, кошка теперь тоже выглядит хорошо, все шрамы зажили, глаза мои полечили, покапали, ходит спокойно, вот сегодня снимала в огороде, видели, наверное, она рядом со мной сейчас стоит по грядкам, успокоился кот, гон закончился, все прекрасно, все растет, все цветет, радуемся весне, до свидания. Это петуния, посеянная в конце февраля, прям, сейчас посмотрю, в самых последних, 27-го, то есть ей полтора месяца. Ну и вот этой тоже полтора месяца. Они немножко отличаются от условий выращивания. У этих были отдельные квартирки, кассеты, а эти в коммуналочки. У нас пока еще все.